друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua как и обещал что буду продолжать тему защищенных смартфонов из китая сегодня у нас очередная модель интересная на первый взгляд называется hammer h5 этот смартфон поставляется вот в такой вот коробке здесь его все технические характеристики есть давайте посмотрим что у нас комплектации в заводской здесь есть стандартные пакетики наушники usb кабель зарядка зарядка у нас на 800 миллиампер и нужен мне переходничок обязательно переходничок будет и еще идет в комплекте вот такая вот отвертка с пакетиком в котором находились болты для корпуса этого смартфона по поводу этой модели во-первых модель является конкурентом наверное прямым конкурентом смартфона land rover a 8 обзор на него я уже делал сможете посмотреть примерно вот здесь по ссылке модель интересная имеет аналогичные технические характеристики немного имеет другой дизайн ну и давайте по ходу обзора буду вам говорить те или иные нюансы плюсы и минусы по сравнению в первую очередь с land rover a8 хочу сказать сразу что если бы я не держал land rover a8 наверное я бы снимал положительный обзор на hammer h5 но делать я этого не буду так как я привык говорить правду поэтому будем говорить все так как есть на самом деле и итак начнем с внешнего вида смартфона внешний вид мне лично нравится больше чем land rover серия и а восьмой а девятый он что ли более более молодежнее смотрится то есть здесь какой-то немножко ну другой немного дизайн во-первых здесь сенсорная панель у land rover a8 она сенсорная но три сенсорных кнопки они механических вот эти вот три нижние кнопки эти три сенсорных кнопки в данном случае они хорошо подсвечиваются сверху логотип hammer есть у нас фронтальная камера под пленочкой она закрыта датчик приближения датчик освещения по граням здесь с этой стороны к две кнопочки плюс и минус это громкость регулируется с этой грани у нас кнопка включения выключения и кнопка с которой можно делать фотографию сверху у нас принципе ничего особо интересного нет единственное есть разъем под наушники об этом разъеме я немножко позже скажу пару слов снизу у нас разъем для usb тоже об этом скажу немного позже пару слов сзади у нас есть логотип hammer есть маркировка защиты ip68 есть 8 мегапиксельная камера вспышка ну и в принципе значки что это android что он gps имеет что защищен от влаги и скорее всего от температур крепится задняя крышка на двух болтах сейчас мы ее будем откручивать хочу сказать что отвертка лучше удобнее не открывать по корпусу никаких нареканий у меня нет все очень достойно выполнено он монолитный он прочный по прочности я думаю что аналогичное качество как и у лондровера а 8 никаких отличий особых здесь у смартфона не будет тоже abs пластик который очень прочный то есть в принципе он противоутарный можно сказать что на словах то есть до его можно уронить и он имеет больше вероятность не разбиться чем любые другие смартфоны без защиты ну а про пыли и влагоустойчивость это вы можете прочитать в интернете что такое защита класса ip68 там все очень-очень доступно расписано под этой крышкой у нас есть аккумулятор аккумулятор емкость которого на 2 400 миллиампер часов сзади вот так вот выглядит этот смартфон он имеет две сим-карты wcd и cdmi стандарт и gsm две сим-карты большого размера и слот обязательно под карту памяти начну свой технический обзор с характеристик через программу antutu все как всегда эта модель имеет двухъядерный процессор mtk 6572 512 оперативки 4 дюймовый дисплей с разрешением 800 на 480 набирает эта модель приблизительно в antutu 12 13 тысяч баллов что вы видите на своих экранах по техническим характеристикам давайте пройдемся значит хаммер аж 5 прошивка 422 android mtk 6572 графический ускоритель мали 400 разрешение экрана 480 на 800 5 мегапиксельная основная камера здесь 512 мегабайт оперативки 4 встроенных карточка у меня стоит на 16 об этом немножко позже расскажу двухъядерный процессор частота максимальная 1 и 3 гигагерца фронтальная камера на 0 3 мегапикселя еще хочу вам сразу же показать в antutu тест мультитач здесь двухточечный мультитач однако по горизонтали сливается вот соприкосновение в одну точку то есть в принципе на работоспособность на воспроизведение игр это никак не должно повлиять потому что вот стрелялки мы играем в таком уровне это принципе не особо большой минус из датчиков что есть в этом смартфоне есть gps вайфай bluetooth компас акселерометра естественно гироскопов нет есть вспышка вспышка слабее об этом тоже чуть позже ну и от г я не смог проверить за счет того что вот как раз первый минус вам расскажу во-первых смотрите какой здесь кабель с каким штекером длинным я считаю что это однозначно минус потому что гнездо углублено настолько в глубину корпуса что даже вот этот г кабель я не смог попробовать только из-за того что он не достает зарядка тоже воспроизводится только с оригинальным кабелем то есть то что здесь такое глубокое гнездо я считаю что это минус у ландровера 8 все реализовано достойно и таких нюансов здесь нет то же самое касается и наушников но про наушники чуть позже дисплей здесь довольно таки хорош здесь хорошая матрица неплохие углы обзора естественно здесь нет oks матрицы то есть стекло и дисплей они раздельны и если внимательно посмотреть то видно довольно таки большая воздушная прослойка но в принципе на отображение картинки это не влияет дисплей достаточно яркий вот сейчас под прямыми лучами лампы моей дисплей очень классно виден и поэтому нареканий никаких нет прошивка полностью на русском языке здесь нет китайских софтин версию прошивки сейчас я вам продемонстрирую вот такие вот данные хочу сказать по поводу прошивки один нюанс один минус в прошивке не работает нормально карта памяти то есть она установлена на нее можно записать фильм и музыку и тому подобное но с play market а допустим приложение и игры не скачиваются то есть память при желании можно переназначить тогда он будет распознавать карту память как свою собственную память это тоже я считаю минусом потому что у ландровера 8 там с этим все в полном порядке было теперь касательно звука звук разговорный микрофон и динамик все отлично слышно громко динамик немножко похуже качеством микрофон отличный слышно на другой ли на другом телефоне великолепно внешний звук хочу сказать что он тоже проигрывает ландровера 8 он здесь тоже громкий но во первых не такой громкий как был у ландровера а во вторых в принципе мне даже там качество нравилось по поводу наушников нюанс наушники у меня есть разные у меня есть хорошие сенхайзер наушники и вакуумные и большие мягкие но опять же прикол в том заключается что я не смог проект потому что у меня штекер короткий а здесь нужен штекер и длинный поэтому я смог проверить только вот эти вот наушники в этих наушниках качество звучания очень плохое я думаю что в нормальных наушниках звук будет получше но опять же момент с тем что не подойдут вам все подряд наушники это я считаю минусом ландровера 8 было все реализовано лучше я не хочу сказать что вы не подберете сюда наушники подберете но например я свои наушники сенхайзер подключал к любому китайскому смартфону всегда все было идеально и все подходило здесь этого сделать не смог в плане производительности смартфон имеет 512 мегабайт оперативки по процессору здесь мтк 65 72 то есть аналогично все как у ландровера а восьмого по производительности все достаточно хорошо покажу вам просто как запускается dead trigger 2 нареканий никаких нет и в сравнении с ландровером а восьмым все на таком же самом уровне смартфон работает на свою жизнь без и не не управляет уровне ни больше ни меньше. Аккумулятор я здесь тестировал. Здесь в принципе такой же процессор, такой же размер экрана, но аккумулятор меньше, чем у Land Rover A8. Здесь 2 400 мАч. И давайте смотреть, какие результаты продемонстрировала эта модель. Образ демонстрировала эта модель, результаты очень посредственные. 4062 балла в Antutu тестере. Напоминаю, что у A8 Land Rover было около 10000. И результат при воспроизведении видео из YouTube со 100% до 34, 2 часа 8 минут. Ну то есть со 100% до 0 будет приблизительно 3-3,5 часа. Я считаю, что это слабенький результат для такого смартфона. Тестил я и GPS, естественно. GPS отличный, ловит очень много спутников. Первый старт у меня произошел за 35 секунд. Это хороший достойный результат. Камера здесь на 5 мегапикселей. В принципе, особо о камере говорить не стоит, потому что матрица средненького уровня. Скажу лишь то, что, во-первых, для того, чтобы сфотографировать, например, лист А4, этой камеры вполне достаточно. Качество хорошее. Видеозапись идет в формате 720p. Качество довольно средненькое. Вот разрешение. Не буду я показывать отдельно. Камера с автофокусом это, конечно же, плюс. По поводу вспышки. Во-первых, вспышка не такого уровня, как у Land Rover A8. Там он действительно светит, как настоящий фонарик. Здесь камера слабенькая. И когда я в кромежной темноте делаю фотографии, то вот такого уровня они получаются. То есть вспышка почему-то начинает светить уже только тогда, когда я нажимаю кнопку фотографировать. При автофокусе вспышка не светит. То есть он, не видя картинки, он не может нормально сфокусироваться и в темноте сделать хоть какую-то более-менее нормальную фотографию. Поэтому по камере здесь тоже есть нюансы. Такая вот модель получилась. Что я хочу сказать. Я обещал вам, что я буду сравнивать эти модели защищенные. По поводу качества защищенности, водонепроницаемость, пыли, непроницаемость, защита от пыли и от ударов. Я не буду тестировать, потому что этот телефон мы потом не сможем продать. Я думаю, что плюс-минус они будут одинаковы. Однако по техническим характеристикам и по тому, как все реализовано в этой модели, я бы однозначно сделал вывод, что Hammer H5 модель не очень удачная. Хотя, как сказать, в продаже этот смартфон продается где-то долларов на 30 дешевле. То есть если цена Land Rover 8 приблизительно в 2-300 гривен, то Hammer H5 продается где-то по цене 1950, около 2000 гривен. То есть разница приблизительно в 300-350 гривен. Ну и в принципе вот вы можете делать свой выбор. Я бы, конечно же, однозначно советовал, если вы готовы переплатить немного денег, то возьмите Land Rover 8, он будет лучше, значительно. Вот такой вот обзор. Оставайтесь с нами. Будут еще более бюджетные смартфоны защищенные. Будет аналог Lenovo A660, потому что по-прежнему хоть модели снята с производства, но ее, ну каждый день по ней звонят, каждый день спрашивают Lenovo A660. Вот будет аналогичная модель. Я разберу по полочкам ее, расскажу все достатки и недостоинства. Следите за обновлениями. Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok